МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Индекс программа постфактум. Мы расскажем о том, что произошло в нашем регионе за последнее время. На трассе М1Е30 загорелся грузовик, за рулем которого был житель города Барановичи. Утром 4 июня 51-летний житель Барановичи управлял автомобилем МАЗ и двигался по автодороге М1Е30 Брест-Минск, границы Российской Федерации. В определенный момент водитель понял, что с машиной что-то не так. Как оказалось, под капотом автомобиля произошло возгорание. К счастью, возгорание ликвидировано. Автомобиль при этом практически полностью сгорел. Сам водитель не пострадал. Установлено, что транспортное средство не имело допуска к участию в дорожном движении. По факту случившегося проводится проверка. В Баранушке МГУВД устанавливается личность женщины. Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении гражданки или располагающих какой-либо информации о ней, сообщите в Баранушке ГУВД по телефону 102 или 484711. Барановичанка похитила чужие вещи из камеры хранения. В Баранушке ГУВД поступило сообщение 33-летней жительнице города о краже куртки и личных вещей на сумму более 150 рублей. Заявительница рассказала, что часто оставляла куртку с личными вещами в камере хранения в одном из продуктовых магазинов города, так как работала в данном магазине. В этот раз потерпевшая тоже оставила имущество, но забыла забрать ключ и ячейка была открыта. Вернувшись через пару часов, она поняла, что ее вещи пропали и сразу же обратилась за помощью в милицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что чужое имущество похитила 37-летняя Барановичанка. Женщина пришла в магазин за продуктами и заметила незапертую ячейку с вещами. Сделав покупки и вернувшись к камерам хранения, она забрала оттуда вещи и ушла. Ее действием следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за кражу. К сожалению, увеличивается количество случаев махинаций с банковскими картами. При этом нередко в преступную схему втягивают и несовершеннолетних. Большое количество граждан по просьбе знакомых или за денежное вознаграждение открывают на своими счета в банках, оформляя банковские оплатежные карты, пользоваться которыми не собираются, и в нарушении условий договора с банком передают реквизиты третьим лицам. Злоумышленники используют переданные в их пользование карты для перевода, легализации и обналичения денежных средств, которые получили в результате преступной действенности. Тем самым человек, который открыл на свое имя банковскую платежную карту, становится соучастником преступления. Для открытия банковского счета зачастую даже не требуется приходить в банк. Все можно сделать онлайн. Особое беспокойство вызывает то, что в эту преступную схему вовлекают подростков в возрасте от 16 до 18 лет, которые даже не осознают противоправности своих действий. С использованием мобильных приложений различных банков они открывают счета, регистрируют электронные кошельки, а затем сообщают злоумышленникам все данные и реквизиты. Зачастую подростки, получив вознаграждение по просьбе мошенников, подыскивают среди своих друзей тех, кто согласится оказать такую же услугу, получая за это дополнительную плату. За изготовление с целью сбыта или сбыт банковских платежных карт, а также за совершенное из корыстных побуждений незаконное распространение реквизитов в карт либо аутентификационных данных предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. Стоит отметить, что те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет. Рано утром 24 мая спасателям сообщили о загорании в мусорной урне на остановочном пункте общественного транспорта на улице Франциско-Скарины. Работники МЧС оперативно прибыли к месту вызова. Наблюдалось тление мусора в урне. Загорание ликвидировано, пострадавших нет. МЧС напоминает, люди часто сами провоцируют подобные ситуации, бросая непотушенные курки, поэтому каждый должен следить, чтобы из-за его действий урна не загорелась. В случае возгорания крупных мусорных контейнеров с бытовыми отходами обязательно нужно вызвать МЧС по телефонным номерам 101 или 112. Днем 25 мая спасателям сообщили о пожаре в доме по адресу 3-й переулок Дальний. По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит открытое горение кровли жилого деревянного дома. Была угроза соседним строениям. Хозяева находились на улице. В результате пожара огнем повреждены кровля дома, лакокрасочное покрытие микроавтобуса и двух полуприцепов рефрижераторов. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Уважаемые граждане, МЧС напоминает, в случае, если вы стали свидетелем пожара, сообщите об этом в службу МЧС по телефонным номерам 101 или 112. Если человек злоупотребляет алкогольными напитками и ведет аморальный образ жизни, то с целью исправления ситуации по решению суда он может быть направлен в ЛТП. С начала года в нашем городе таких дел уже рассмотрено несколько десятков. По инициативе Барановической межрайонной прокуратуры в текущем периоде 2024 года с участием прокурора в выездных судебных заседаниях рассмотрено 28 гражданских дел о направлении граждан в лечебно-трудовой профилактории. Большинство граждан, которые направляются в ЛТП, это граждане, злоупотребляющие спиртными напитками. В ходе рассмотрения одного из гражданских дел установлено, что горожанин трудоспособного возраста нигде не работал, проживал за счет средств матери-пенсионерки, при этом злоупотреблял спиртными напитками. В ходе судебного разбирательства гражданин пояснил, что не считает себя зависимым от алкоголя, поэтому добровольно за медицинской помощи к врачу-наркологу не обращался. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что когда мужчина начинал употреблять спиртное, то пьянствовал несколько дней. Часто он оказывался на улице в бессознательном состоянии, где его задерживали сотрудники милиции. Гражданин дважды в течение года привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, после чего был предупрежден о возможном направлении лечебно-трудовой профилактории, и после такого предупреждения в течение года он вновь совершил правонарушение, будучи в состоянии алкогольного опьянения. По результатам медицинского свидетельствования гражданину выставлен диагноз «хронический алкоголизм». Решением суда Барановичской районы и города Барановичи он направлен в специальное учреждение для медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду на срок 12 месяцев. Сотрудники прокуратуры осуществляют надзор за надлежащие реализации уголовно-исполнительного законодательства. Надлежащая реализация уголовно-исполнительного законодательства является одной из эффективных форм профилактики и рецидивной преступности. Поэтому прокурорский надзор в данной отрасли является важнейшей гарантией защиты как интересов государства, так и прав осужденных. Барановичской международной прокуратурой на постоянной основе проводятся проверки деятельности изолятора временного содержания Барановического ГОВД из правительной колонии поселения номер 10 следственного изолятора номер 6. При этом при посещении указанных учреждений прокурорскими работниками проводятся личные приемы осужденных, в ходе которых последние могут беспрепятственно обратиться к прокурору по интересующим вопросам. Также надзорная полномочия прокуратура осуществляет из-за деятельности уголовно-исполнительных инспекций городского и районного отдела милиции, которые обеспечивают исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Стоит отметить, что в регионе не допущено грубых нарушений прав осужденных и заключенных во стражу лиц. Вместе с тем, в целях устранения отдельных нарушений законодательства международной прокуратурой в прошлом году внесено 6 представлений к руководителям учреждений уголовно-исполнительной системы и отделов внутренних дел. В витекшем периоде 2024 года внесено 2 представления. По результатам рассмотрения указанных актов прокурорского назора выявленные нарушения, а также способствующие им причины и условия были устранены. Распивающие спиртные напитки знакомые или малознакомые люди не всегда задумываются о последствиях, которыми может закончиться спонтанное застолье в квартире или в увеселительном заведении. Так, в оперативно-дежурную службу Бараночского ГУВД с заявлением о краже имущества из квартиры обратилась 66-летняя местная жительница и ее 39-летний сын. Заявительница пояснила, что вечером приехала с дачи и заметила, что из комода пропали 6 тысяч рублей. Женщина позвонила своему сыну, а когда сын приехал, то заметил, что еще исчезли и 30 пачек сигарет. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Бараночского ГУВД установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 46-летний друг сына, у которого они несколько дней на квартире употребляли алкогольную продукцию. В один из увеселительных дней нечистый на руку товарищ заметил, что потерпевший заснул в гостях. Этим моментом решил воспользоваться похититель. Достал ключи из кармана и пошел в гости к другу, чтобы поправить свое материальное положение. А затем вернулся, как ни в чем не бывало. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что украденные деньги потратил на новый телефон своей матери и на личные нужды. Действием фигуранта следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за кражу. В оперативно-дежурную службу Бараночского РОВД поступило сообщение о том, что вблизи одной из линий электропередач Бараночского района был обнаружен снаряд. На место обнаружения незамедлительно выбыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа. По оценкам специалистов, найденный предмет является артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено. В настоящее время снаряд уничтожен. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин